К спортивным новостям. Футбольный клуб Муром не смог прервать свою восьмиматчевую безвыигрышную серию. Накануне в жарком по накалу матча подопечный Олега Стогова в поединке с одним из прямых конкурентов клубом «Смоленск» довольствовались лишь одним набранным очком. Оно, к сожалению, никак не повлияло на турнирное положение Мурома, который за три тура до завершения первенства пока остается на 13-м месте. Первый тайм получился скудным на опасные моменты. Обе команды боролись за инициативу, много ошибались и в противоборствах много фалили. Зато после перерыва одна из немногочисленных атак красно-черных завершилась голым. Быстрый проход по флангу Шабалина завершился прострелом. Оставленный без присмотра в штрафной гостей Максим Стогов расстрелял ворота Смоленска. Ответ гостей не заставил себя долго ждать. Муромцы, словно испугавшись того, что вышли вперед, всей командой отошли на свою половину поля. А уже через пять минут смоляне праздновали забитый гол. Правда, за секунду до удара игрок гостей срубил Максима Стогова. При этом главный судья Кузнецов оставил нарушение без внимания. В концовке матча неуверенное судейство арбитра из Иванова привело к массовой потасовке, в результате которой удар в лицо получил муромский вратарь, а капитан гостей – красную карточку. В компенсированное время муромцы могли вырвать победу, однако после розыгрыша «Стандарта» Федор Дворников пробил во вратаря «Смолян». Как итог боевая ничья. Муром остается без побед уже девять матчей подряд. После 27 туров у наших футболистов 28 очков и 13 место. Следующую игру муромцы проведут на выезде 4 июня против клуба «Луки Энергия». Я думаю, что все-таки же могли выиграть эту игру, да. По игре можно сказать, что острый матч такой вот с накалом, с накалом. Ну, чуть-чуть не хватило, да. Чуть-чуть не хватило. Мы, скажу так, наверное, мы, наверное, и команда, и игроки, и руководство клуба. Мы свои проблемы знаем, мы свои проблемы знаем. Все остальное что-то рассказывать не имеет смысла. Это будет выглядеть как, ну, какие-то отмазки, а смысла нет. Отмазываться. Надо работать, надо спокойно двигаться вперед. Поэтому мы работаем, мы движемся. Есть вопросы к некоторым футболистам, но по большому счету, особенно к опытным. Это точно, потому что, ну, лидерские вещи, они должны брать в свои руки и двигать команду вперед. Спасибо. Спасибо.